Приветствуем зрители НВТВ. Мы продолжаем рубрику, в которой рассказываем о тех домах, которые скрывались долгие годы под баннерами, о тех домах, которые были разрушены и на месте которых предполагается новое строительство. Сейчас мы вместе с Александром Кожиным доходим до новой точки, где не так давно стояло здание, а теперь находится пустырь. Вот мы идем по бывшей Кольской, теперь это улица Социалистическая. И вот здесь недавно еще был дом, он был уже отселен, но он был именно заброшкой такой, то есть людей отселили, он стоял пустой, внутри было все разграблено, весь металл там посрезали, повыносили и несколько раз были пожары. Пожары, но дом затягивали тоже его и баннером, все это было. И вот большой вопрос, что на этом месте появится, потому что торец дома, он позволяет здесь что-то построить. И проблема, что это будет, потому что если будет вот то, что мы видим здесь, формальный индивидуальный проект, ну фактически это вот такая застройка типовая для новых районов, вот здесь. Вот этот домик, который формально у нас сколько, а вот тоже четыре этажа. И вот то, что в городе можно делать, можно делать такие вставки. И вот если эта вставка будет соразмерна вот дому здесь, вот тот дом, который мы видим здесь высокий такой, эти два этажа, но не равны там тем трем-четырем этажам, которые мы видим напротив, вот эта хрущевка. Если здесь будет что-то соразмерное тому, что было, это будет плюсом таким для города, для сохранения рисунка исторического центра города. Но ведь может появиться то, что мы видим вот здесь. Я боюсь, что вот практика вот этих десятиэтажных домов, фактически типовая застройка новых микрорайонов, она может сюда прийти и постепенно она будет выдавливать вот эти старые дома. Потому что если у нас можно признать аварийными дома, которые на Симашко, вот Симашко сколько там, 52, да, вот эти два дома, 50-52, то так, по любому дому, вот как на Соколово-22, где мы были, если не ремонтировать под всякими благовидными предлогами, не сохранять дом, не делать капитальный ремонт раз в сколько-то лет, то любой такой дом может перейти в состояние того, что вы видели на Донской и Соборном. Расскажите, пожалуйста, вот это что такое? Что здесь было раньше? Когда-то был дом, который был, вот мы видим его, как бы, след этого дома, мы видим здесь. Вот, пожалуйста, этот дом был повыше, соответственно, который на сегодня отселённый, который, видимо, ожидает та же судьба. И вот мы видим то расстояние, которое было, которое занимало этот дом. То есть, как бы, снимок этого дома, типовая постройка того времени. Просто дома, тут не было никакого там архитектурной какой-то такой изюминки. Это были типовые проекты, по которым строилось большинство зданий. Просто эти здания, которые по типовым образцовым проектам, их ещё называли образцовыми, которые строились в второй части города, теперь, на сегодняшний день, они все становятся такими изюминками, потому что это здание уже второго на него похожего мы вряд ли найдём. Хотя в своё время это была всё, вот такая ткань города была. Вот обратите внимание, вот эта заброшка, но это не заброшка, это именно вот отселённые помещения. Сюда мы просто так не зайдём. Не зайдём, потому что там всё, я уверен, что всё это закрыто. То есть, это ждёт своё решение, потому что когда-то, вот если это будет, какое-то развитие получит, то здесь будет уже не стоянка, а какая-то прогулочная зона, которая будет соединять вот эти две улицы этого здания. А вот само здание, видишь, это вот пример, который вот мне лично нравится. Мне лично. Вот мы говорили с Алексеевым, кому-то, кто-то говорит, нет, можно было бы как-то иначе. Ну, всегда вот лучший враг хорошего. Но вот то, что получилось, то, что удалось сделать, и вот так вписали, вот именно, понимаешь, когда вот это сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажей. Вот там 10 этажей доставят. Ну, они выпирают, выходят на улицу. А здесь это всё включено, вот в этом дворовом пространстве, и всё идеально. Вот мы видели, как это смотрится с социалки. Иначе. Вот это вот, как бы, такая часть, вот эта вот пожарная, фактически, это лестница. И с садовой отлично, понимаешь? Конгломерат таких всяких, каких-то ресторанчиков, кафе, разная ценовая категория. То есть, это всё, как бы, неплохо сделано. И вот такое пространство, которое мы можем выходить. Вот те площадки, которые мы видели, пустыри, которые образовались, они должны быть. Должны быть. Вот так использованы, как это мы сделали, как сделали здесь, вот на этом пространстве, которое занята постройкой вот этой гостиницы «Арка». С тем наполнением, которое тут получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!